травма у меня взрывной компрессионный перелом l1 создавление спинного мозга я очнулась когда после аварии я смотрю у меня нет обуви на ногах и я думаю блин ну и вот осознание того что я не чувствую ног это было для меня очень тяжело я в принципе человек самостоятельный как-то все время жила в таком я еще училась школе то есть различные мероприятия я дома никогда не была занималась спортом училась музыкальной школе и когда я слегла даже не могла перевернуться целый год я жила отдельно от своего тела последующем уже когда узнала что нужна реабилитация нам стали объяснять и уже приехав на реабилитацию я тогда уже только смотря на других ребят я начала понимать что со мной происходит с есенией мы познакомились когда она поступила к нам на реабилитацию в отделении медицинской реабилитации в первую городскую клиническую больницу города архангельска вот на тот момент ей было и только исполнилось 18 лет и она так скажем проходила реабилитацию после травматизации в испании дата у нее был всего один реабилитационный курс то есть получила травму она в 16 лет к нам уже попала на реабилитацию только через два года после травматизации за два месяца у меня практически можно сказать поставили на ноги в плане вертикализировали тренировки строились исключительно из лфк из физических нагрузок поэтому я уехала оттуда уже умея стоять на ходунках с тут рамин на всю ногу в то время как-то так сложилось все что как раз начинал начиналась апробация первого экзоскелета вот и требовались пилоты поэтому мне предложили я не отказалась согласилась мне попались очень хорошие инструктора и как-то сразу пошло доверительное отношение когда меня поставили я была в восторге просто что стою могу смотреть там но все равно как бы другой ракурс видение вот и это было конечно восторг в реабилитацию конкретной сени внес вклад за скелет потому что скелет навязывает паттерн движения до пациент об этом не задумывается скелет переставляет ну так скажем ноги пациента в пространстве и задача пациента только переносить массу тела мы не задумываемся как мы идем да то есть и в скелете мы просили пациентов не думать о шаге то есть что пациент не задумывался о том что ему нужно делать вот чтобы это работало на автоматизме у меня очень хорошо идет восстановление хорошая динамика посредством ЛФК и как раз таки экзоскелета стали восстанавливаться включаться в работу определенные мышцы когда я начала заниматься на экзоскелете я уже до колена могла шевелить так или иначе ногами занимаясь уже непосредственно на экзоскелете у меня начали восстанавливаться голени и потом уже включались в работу поясница и бедра вот она поступила в институт сейчас она Она учится на факультете психологии на третьем курсе, она занимается спортом активно, она выполнила кандидата мастера спорта по пауэрлифтингу. Да, это нелегко, потому что очередь у нас достаточно большая, потому что, ну, понятное дело, все хотят получить реабилитацию. Не хватает людей и одного экзоскелета на всех ребят. Мы бы хотели, чтобы это устройство, да, экзоскелет, был доступен для таких пациентов, чтобы была развита инфраструктура, чтобы люди, которые находятся в самом городе, могли достаточно беспрепятственно приехать и позаниматься, просто походить на экзоскелете. То есть, ну, третий этап реабилитации амбулаторный, чтобы человек не лежал в стационаре, и не занимал там, скажем, реабилитационную койку, он мог приехать амбулаторно и походить в экзоскелете, то есть, чтобы это было доступно, чтобы экзоскелет был, допустим, представлен в каких-то социальных центрах, в фитнес-центрах, ну и в отделениях поликлинических, в больницах.